Что ж, под занавес нашей трансляции, смотрим вновь лучшие моменты этого поединка. Владимир Сельдяков не стал сразу наказывать желтыми карточками соперников, ну и в результате мы увидели достаточно жесткую борьбу, но каких-то границ никто не перешел. Лишнего себе футболисты в плане грубости не позволяли. Но вот Федор Смолова за счет индивидуальных усилий создает свой первый момент. Сам удар получается не слишком хорошо у Федора. Намеревался, как мне кажется, попасть в дальний угол, но сделать это не получилось. Ну и вот еще один момент, уже самый серьезный. Вот на этом повторе показалось, что может быть и рикошет здесь был небольшой, но как бы то ни было. Очень опасный удар и великолепные действия вратаря Андрея Лунева, который по праву получает звание лучшего игрока этой встречи. Я не исключаю, что по позиции голкипера он в итоге в сборную тура попадет по версии различных изданий. Это уже второй тайм. По-прежнему продолжает Федор Смолов наносить свои пушечные удары. Причем из любой, порой кажется, не самой выгодной позиции у него получается действительно волновать оборону соперника, болельщиков, команды соперников. Ну и в результате в том эпизоде мяч и штанга разминулись совсем ненамного. Но вот еще один самый опасный момент уже второго тайма. Головой вбил Рикардо Лабордо и вновь Лунев достает мяч в самом углу поля. Но вот концовка встречи, где уже гораздо активнее были уфимцы, нежели они сами на протяжении всего поединка. Вот эти розыгрыши угловых были достаточно любопытны. Хватало после них напряженности в штрафной Станислава Крицука. Ну и желтые карточки, без которых ни один серьезный матч не обходится. Этот был именно что серьезным. Четыре предупреждения мы с вами в итоге увидели. Итак, 0-0. Уфа. Кажется, что рада набранному очку в матче с Краснодаром. Хотя хотелось, конечно, большего. Краснодар, безусловно, несколько утручен этими нулями. Но что поделать в таков нынешний футбол? Сергей Дерявкин смотрел с вами за этим поединком. Прощаюсь, друзья. И всего вам самого-самого доброго. Продолжение следует...